Говоря о воинах, мы упоминали должность сотника или центуриона. Центурион – это офицер, командующий отрядом до ста человек. Центурионов выбирали полководцы из опытных солдат не младше 30 лет. Это звание подразумевало высокое общественное положение и богатство. То есть это был важный офицер оккупационной армии. Интересная история встречи такого центуриона с Иисусом. Когда же вошел Иисус к Апернауму, к нему подошел сотник и просил его. Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов. Говорю одному, пойди и идет. И другому, приди и приходит. И слуге моему, сделай то и делает. Иисус восхитился и похвалил веру начальника оккупационного подразделения. Более того, он возвысил его в духовном смысле над людьми Израиля. Он показал приоритет веры над политикой и национальными принципами. Как мы помним, Иисус хвалил веру язычницы Хананьянки. Наставлял в беседе самаритянскую блудницу у колодца. А словосочетание «милосердный самаритянин» стало для нас всех примером бескорыстной помощи. Ему были чужды разжигания междоусобиц по национальному признаку. Ведь он умер для того, чтобы все люди могли получить спасение по всему лицу земли, включая Россию и Украину, Азербайджан и Армению, арабские страны, Израиль и так далее. Иисус не назвал Центуриона лицемером или гробом окрашенным, нет. Так он называл фарисеев и книжников, которые были далеки от истины Христа и были пропитаны интригами политики. Но об этом мы поразмышляем завтра. Редактор субтитров А.Семкин